И теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее вспоминают погибших в Кавказской войне. Памятные мероприятия также проходят и за рубежом в Турции, Сирии, Иордании и Соединенных Штатах Америки. Столетнее противостояние окончилось 21 мая 1864 года и явилось причиной насильственного переселения адыгов с исторической родины. В связи со 148 годовщиной этой трагической даты к соотечественникам обратился глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. Сегодня, склоняя головы перед памятью жертв Кавказской войны, мы отдаем должное тем, кто, вопреки всем невзгодам и тяжким испытаниям, сохранил историческую родину. Гордимся тем, что адыгский народ не исчез, а напротив, еще более окреп, преумножил свой духовный и созидательный потенциал, говорится в обращении Конокова. Но, оглядываясь назад, мы должны помнить и о том, что Кавказская война – это единственная черная страница в многовековой истории взаимоотношений Кабардино-Балкарии и России, подчеркивает глава республики и выражает уверенность, что празднование 455-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав российского государства, которое также предстоит отметить в этом году, придаст, цитирую, новый импульс консолидации общества, укреплению мира и согласия единства народа Кабардино-Балкарии, еще раз убедительно продемонстрирует его верность однажды данной клятве на веки с Россией. В день памяти и скорби по жертвам Кавказской войны хочу пожелать жителям родной Кабардино-Балкарии всем адыгам мира добра и благополучия. Конец цитаты.